А в предвыборной агитации ты бы смог участвовать? Да, смог бы. То есть, если бы, допустим, партия Ахжол предложила бы тебе возглавить, так сказать, предвыборный штаб, тебе бы предложили хорошую? Нет, партия Ахжол я бы не пошел. Я бы пошел в Нур-Атан. В Нур-Атан? Да. То есть, ты такой лояльный, да? Я не лояльный, я одобряю действия власти, которая сейчас. То есть, тебе все нравится? Мне нравится. То есть, ты всем доволен? Я всем доволен. И вот последним решением, что все наши пенсионные вложения сейчас переведут в один фонд. Ты знаешь, эти вопросы лучше задать моей жене, потому что я в этом совершенно ничего не понимаю. Ну вот скажи мне, ты рассчитываешь вообще на свои пенсионные вложения? Я очень рассчитываю. Ты рассчитываешь на эти 10%, которые ты откладываешь? Я знаю это мнение, которое люди говорят, что я прощаюсь сразу с этими 10%, потому что я их никогда не увижу. Нет, я верю, я их получу. Ты их получишь, да? Ну, а отдельно какие-то у тебя накопления есть? Нет, у меня нет накоплений. То есть, ты рассчитываешь на то, что ты будешь жить в старости вот на эти деньги? Ну, я буду еще трудиться и в старости тоже. Я надеюсь, что до возраста Познера я еще буду на телевидении. Ну, до скольки ты приблизительно собираешься жить? А, жить? Жить. Я хочу жить до того момента, когда я еще смогу ходить, передвигаться. А есть у тебя какой-то концепт жизни? Или вот как-то хаотично вот вступаете? Я живу сегодняшним днем, и я призываю всех делать это. Я задумываюсь о будущем. Я прекрасно отдаю себе отчет, что рано или поздно Шахматов надоест телезрителям, каналу КТК. Я не исключаю этого. Я прекрасно понимаю, что меня могут уволить. Я думаю об этом. Если вдруг в какой-то день такое произойдет, что ты перестанешь быть нужным телеканалу КТК, к примеру, ты сможешь, как Владимир Рерих, уехать в другую страну, сказать, все, я прощаюсь с вами? Ну, а что этому может помешать? Если здесь совсем уже будет нечего есть и не на чем заработать. Нет, но есть телеканалы, есть газеты. Нет, безусловно. Когда-то тут есть интернет. Ну да, если это мне будет нравиться, то, что я буду делать в этот момент. Но и уехать я смогу не потому, что я такой предатель государства, а потому что я буду вынужден как-то кормить свою семью. Если такой возможности здесь не будет, то я найду ее в другом месте. Ты чувствуешь себя лицом телеканала? Ну, я не знаю, что это. Ну, то, что меня узнают на улицах, это единственное доказательство того, что я там типа звезда. Вот мне мой психоаналитик говорит, почему ты не считаешь себя звездой? Ты звезда, говорит она мне. Ну, я не понимаю этого. Ну, пусть я буду не звездой, а обычным шахматовым, с которым может поговорить любой человек, дозвонившись на КТК. Не, ну, звезда не обязательно должна быть. Звезда очень отдалена, недосягаема, она и звезда, потому что недосягаема. И очень далека, и очень ярка, и никто не может ее потрогать и пощупать. То есть ты, получается, доступен для каждого и открыт? Да. То есть к тебе всегда можно обратиться? Иногда по личным соображениям. Если я грубо отвечаю по телефону, это не значит, что я звезда, понимаешь, или зазвездился. Это потому что у меня могут быть личные переживания, свои собственные проблемы, либо я очень занят. И я хочу донести до зрителей, что это потому. А зачем ты ходишь к психоаналитику? Я вот, кстати, за всю свою жизнь только один раз была у психоаналитика. Вообще я сам по образованию психолог. Я знаю, кстати, да. Но иногда психоаналитику проще рассказать, что тебя тревожит, нежели беспокоить родных людей. А что тревожит Алексея Шахматова на сегодняшний день? Я думаю, что ты не хочешь психоаналитический сеанс сейчас со мной провести? Я не готов об этом говорить. Нет, мне просто интересно, какие могут быть у тебя проблемы, личные переживания? То есть они касаются работы? Они касаются всего. Я вообще очень человек переживающий, всегда, ну, может быть, в некоторой степени неуверенный в себе. И я всегда с этим борюсь. Это удивительно. Хотя у тебя имидж скандального журналиста. То есть такого уверенного, наглого, который может зайти к любому человеку с микрофоном в руках и задать ему любой вопрос. Я очень волнуюсь перед съемками. Я иногда даже трушу, заходя куда-нибудь в дом, потому что там огромная собака. Меня, кстати, недавно покусала, поэтому меня немножко. Все это мне приходится преодолевать, делая качественный телевизионный продукт. Ты не представляешь, сколько мне приходится преодолевать. Но, тем не менее... Я пошел на психфакт только из-за того, чтобы избавиться от комплексов, которые, я не знаю, откуда они взялись, воспитание ли это, либо это просто мой темперамент и характер. Но я всегда в преодолении. Я что-то в себе ломаю каждый раз, когда я выхожу перед телекамерами. Ну, смотри, ты делаешь, как ты сказал, качественный телевизионный продукт, да? Но я вот посмотрела в сети, что думают люди, да, и особенно там статья нашего коллеги Адольфа Артишевского, да, где он вообще не воспринимает продукт, который ты делаешь. Ну, так же, как и твой. Да, так же, как и мой. Ну, меня он так еще, как-то сказать... Ну, мне кажется, это... Ну, а мне он, так сказать, на моих костях он не сильно танцевал. Ну, наверное, потому что ты женщина. Он тоже делает на этом рейтинг. То есть он делает свою работу, и он делает рейтинг на рейтинговых людях, ты считаешь? Да. Другое дело, как мы к этому относимся. Вот мне очень понравилась твоя реакция, потому что ты откровенно посмеялась над это и сказала, что, господи, да это же мне на пользу. Я не посмеялась. Ты знаешь, я когда прочитала эту статью... Ты рыдала? Нет, я не рыдала. Я вообще была удивлена. У меня первая мысль была, что, скорее всего, кто-то эту статью заказал. Полосу, да, целую отдали. Ну, вот сейчас мы разговариваем про Адольфа Артишевского. Сейчас куча людей пойдет искать его статьи в интернете, поэтому давай не будем делать рекламу. Почему? Это всегда неприятно, читать о себе не очень приятные вещи. То есть тебя задела эта статья? Меня не задела, я очень расстраиваюсь всегда. Да, ну да, давай скажем, что задела. То есть если человек говорит, что я не воспринимаю то, что ты делаешь, ты делаешь, это непрофессионально. То есть ты реально можешь этому поверить и подумать, что ты действительно что-то делаешь не то? Нет, я не могу в это поверить. Для меня главное это цифры моей передачи. Я еженедельно их получаю на почту. Но когда тебе хамят или плохо от тебя отзываются, хотя ты, в общем-то, хороший человек по сути своей. И ты делаешь хороший продукт, потому что его смотрят люди. И начинаешь расстраиваться. Вот и все. Но неприятно, когда говорят, Саджан, ты, например, ты гламурная пустышка. Тебе же неприятно это слышать. Даже если ты была таковой, или ты, наоборот, очень умная женщина. Я, кстати, с этим часто сталкивалась, работая, допустим, в новостях. То есть когда мне говорили, ой, лучше задай другой вопрос. Это свой вопрос типа смешной, знаешь. А я вот иногда думала, что, ну думаю, почему такое отношение, да? А с другой стороны, пока люди так думают, что ты пустышка, да, ты свою работу делаешь. Потом интернет, это, ты знаешь, ну очень легко скрыться за там ником каким-то и начинать поносить человека. Ну причем я и всем известен, на мою фамилию реальную склоняют там и в хвост, и в гриву. А приди, сделай на телевидение достойную передачу, чтобы ее смотрели. У нас так часто ругают казахстанское телевидение. Ах, ничего не могут своего придумать. Ах, все слезали с России, с НТВ, с Первого канала. Придумай и продай этот формат во все страны мира. Стань миллионером. Ради бога. Пожалуйста. Ну смотри, тебя еще часто сравнивают с Андреем Малаховым. Говорят, что ты взял этот прототип для себя, да, и то есть перенес его, и вот ты пытаешься его копировать. Ну я не знаю, я с удовольствием был похож на Андрея Малахова, потому что я очень люблю его как профессионала. Но ты специально не смотрел, да, вот здесь он вот так сказал, а здесь он вот так повернулся. Я смотрел всегда, я смотрю, продолжаю. Но я, конечно же, не пытаюсь скопировать его там жесты или что-то. Но это не получается, потому что ты ведешь программу, ты должен вникнуть в тему. И неужели ты будешь думать о том, как бы сейчас Малахов вот так вот прошелся из одного угла в другой. Но это глупо. Формат очень похож, естественно, сравнение. Ты знаешь, я пришел на Кустанайскую радиостанцию, и меня сравнивали с диджеем, который там работал, и говорили, что я кашу под нее, не под него, под нее. И так я приходил, когда менял место работы, и меня всегда с кем-то сравнивали. Ну, недавно в твоем ток-шоу произошел настоящий скандал, да, когда твой же гость, да, попросил тебя, мягко говоря... Заткнуться. Заткнуться, то есть замолчать. Это ты про Сона Паскаля? Я про Сона Паскаля, да. Во-первых, Сон Паскаль не был гостем, он был зрителем в этой телепередаче. Он стал главным героем. И он высказывал свое мнение, да, и он стал главным героем. Да, к нему было очень много вопросов от Баяны Сентаевой, которая там находилась, ей не понравилось, что он положил ноги. Ну, вот, как я сейчас бы на стол, например, закинул их. Потом человек очень долго говорит на непонятном нашему зрителю языке, на английском. У нас не было переводчика, и он что-то пытался все время сказать. Я понимаю, он итальянец, он? Он итальянец, да. У него очень горячий нрав, и он хочет доказать, он очень хорошо жестикулирует, и много. И поэтому я его один раз осадил. Говорю, пожалуйста, давайте покороче, я очень интеллигентный вообще человек. Покороче, пожалуйста. Нет, он продолжает говорить. И он вышел, там у нас был эпизод, когда он должен был спеть с Луиной, вернее, подыграть ей на гитаре. Он начал опять что-то говорить. Съемка продолжается. Это время, это деньги. И я пытаюсь уже, пожалуйста, давайте начинайте петь, говорю я. И он мне говорит, заткнись. Ну, извините, я не... Почему мне ведущему этой телепередачи говорят, заткнись? Пришедшие люди, которых я не могу успокоить на площадке. Я ведущий, я веду эту передачу. Я знаю, кому в какой момент заткнуться надо. Это я знаю. Это я могу сказать. Ну, конечно, не в таком ключе. Ну, вот я пытался его осадить интеллигентно. А у меня не вышло. Я его выставил из студии. Ну, вообще, я не считаю... Ну, мы теперь не враги с Оном Паскальмом. Я, правда, его не видел с тех пор. То есть ты на него не обиделся? Нет. Это прекрасный момент в передаче. Прекрасные рейтинги. И прекрасные рейтинги. И более 100 тысяч просмотров в интернете. Ну, смотри. А у меня были хорошие цифры. У тебя были хорошие цифры. Эти цифры приносят хорошую рекламу на телеканал. И приносят хорошие деньги. Да. Но ты имеешь с этого какой-то процент? Я не знаю, какие деньги приносит реклама, которая есть в моей передаче. Я даже не знаю, может ли клиент прийти и сказать, вот, хочу рекламу у шахматовых передач. Я не знаю, потому что я не работаю в рекламном отделе. И я могу лишь догадываться. А когда наши телеведущие журналисты станут достойно получать зарплату? Я не знаю. Вот мы с Есентаевой боремся, потому что она рассказывала эту историю про Оксану Пушкину. Я очень за вообще. Когда-то нашим ведущим должны платить так же, как и Оксанам Пушкиным, Андреям Малаховым. Я не могу успокоиться с существующей у меня ныне зарплатой. Я хочу больше. Это, мне кажется, естественно. Ты хочешь больше или ты нуждаешься в большей сумме? Ну, я не могу сказать, что я вообще нуждаюсь. Но я хочу совершенно не думать о деньгах. То есть пока вот у меня есть кое-какие долги мне нужно отдать за квартирку. Слушай, ну вот смотри, многие журналисты, пользуясь своей популярностью, пользуясь своим именем, заходят к Акимам, заходят к людям, которые решают квартирные вопросы. То есть ты как получил свою квартиру? Мы продали нашу старую и заняли денег, и купили побольше, вот и все. Ну, а ты бы смог пойти к Акиму, например, к тому же самому Исимову, да, и попросить квартиру? Нет, а что, были такие прецеденты? Ну, конечно, были. Ой, расскажи, потому что как это делается, мне очень интересно. Я бы понял, кто, какой дурак не хотел бы пойти к Исимову и попросить квартиру? Нет, я сама-то не пробовала, но я просто знаю, когда просили и земельные участки, и квартиры. Известные люди просто? Ну, известные и до сих пор просят, да, и не только журналисты. И дают? Там деятели культуры, конечно, дают. Да ты что? Ну, потому что человек уважаемый приходит. То есть ты как бы не пользуешься, да, своим именем? Нет. Вот если гаишник останавливает, да, сотрудник УДП останавливает, то есть ты говоришь, я Алексей Шахматов? Ну, мне я уже могу не говорить, что я Алексей Шахматов. То есть тебя отпускают? Меня отпускают, я редко очень нарушаю. Но меня отпускают. А что для тебя вообще главное в жизни? Спокойствие. Размеренность. И внутренняя, и внешняя. Такая суета? Нет, это не для меня. Не для тебя. Суета, суеты достаточно на работе. Я выполняю свою работу, я суючусь там, но я хочу вернуться домой, чтобы от всего этого абстрагироваться. И я поэтому очень нервничаю, когда, например, находят люди мой номер мобильного телефона, и звонят, и в истеричном, скажи, я понимаю, что у людей что-то происходит. Приезжайте срочно, у нас там что-то, что-то. И я начинаю гавкать все в этот момент в трубку. Потому что я закончил работать на сегодня. То есть ты еще не готов быть социально активным? То есть ты, получается, выполняешь свою работу, позвонил человек, ты попробовал решить его проблему, да, съездил с камеры. То есть приехал на работу, оставил камеру, микрофон, все, ушел. И все, на этом твоя социальная активность заканчивается. Люди звонят мне не чтобы я решил их проблему, а чтобы я приехал от КТК и показал это по телевидению. Понимаешь, это касается работы. Естественно, я не могу там, ну если что-то случилось возле меня, как человека, откликнуться на беду. Ну почему? Я готов помогать. Но если это касается работы и съемок, то я все это заканчиваю вместе с моим рабочим днем на канале. Недавно наши коллеги встречались с президентом. И вот ты бы хотел попасть на такое интервью? Да, мне очень интересно. Ни разу в Аккорде не был, меня не приглашали. Я даже в Акимате не был, в Алматинском. Я вот как-то вот в своей нише там с бабушками и со всеми, я вот не пытаюсь ручонками коснуться неба. Ну потому что меня туда не зовут, во-первых. Я не был награжден никакими премиями от власти. Ни разу меня не наградили. Но недавно я видела тебя на Евразийском медиафоруме, где ты ввел секцию. То есть ты был модератором. Ну то есть это своего рода награда, ты считаешь? Ну не то, чтобы своего рода награда, но это доверие. Ну может быть, да. Потому что приехали зарубежные журналисты. Меня это очень удивило. И тема была очень интересная. Это Джулиан Асанж, как сейчас помню. Но я выучил все про Джулиана Асанжа. Хотя ты больше знаешь все-таки о бабушках. Да, к счастью, да. О своих родных бабушках я знаю больше. Да, мне просто интересно, когда Алексей Шахматов настоящий, он выйдет за пределы того, что ему дают. То есть когда ты начнешь делать то, что тебе реально интереснее? Вообще, по большому счету, я тебе расскажу, что мне реально интересно. Мне интересно развлекательное телевидение. Мне интересно музыкальные проекты. Я очень человек музыкальный. Я учился в музыкальной школе. И я изначально, в общем-то, в развлекательном телевидении работал. Я знаю, как это делается. То есть социалка, может сказать, тебе надоело? Нет, я не могу сказать надоело. Но вот я вообще люблю работу на телевидении. Я могу делать социалку, пожалуйста. Я могу делать что еще? Скандалы, интриги, расследования. Я это могу, умею. И время доказало это. Но я бы, например, занялся бы и каким-нибудь музыкальным проектом. То есть а вне телевидения ты себя вообще не видишь? Я не знаю. А как ты относишься вообще к политике вашего телеканала? То есть все же говорят, что это полная чернуха. Да ради бога, да. Но всегда у людей есть возможность включить другую кнопку. Я вообще не понимаю в этом отношении каких-то воплей. Кстати, вот что касается других кнопок. У нас появился новый информационный телеканал в Казахстане, да? Если будем говорить о казахстанском телевидении. Вот тебе понравился канал? Только честно. Ну, мне сложно вообще. Если бы я хотел подготовиться к этому вопросу, то я бы посмотрел его тщательнее. Да, какие-то материалы меня интересовали, когда я случайно совершил, натыкался. Но мне не нравится оформление, например, канала. Какое-то оно такое совсем уж серенькое. И мне кажется, ну вот если бы я был ведущим этого канала, ну я бы чуть-чуть эмоциональнее бы вел новости. Ну, я вообще, мне кажется, это проблема очень многих дикторов телевидения, что они полностью абстрагируются. Может быть, это старая школа дикторов. Но как-то новость, вот она новость, ты говорящая голова и все. Нет, ну а в целом тебе идея нравится того, что открылся новый информационный телеканал. Ну это чудесно, это прекрасно. Каждый полчаса новости. Я вообще считаю, что казахстанское телевидение за последние годы, и я счастлив, что я живу в это время, и что я делаю это телевидение, оно стало интересным. И если раньше его ругали и не смотрели, и смотрели российский канал, то сейчас смотрят казахстанские. У нас в бою всегда интереснее. Ну раньше же не было интересно, потому что все было дешево, все было, ну как-то скучно. То есть ты считаешь, что то, что ты делаешь, оно интереснее? Я считаю, да. Ну нет, оно интереснее. Не интереснее. Оно интереснее, я считаю. Это уже элементарно, знать, что интересно людям. Помимо своего канала ты смотришь что-нибудь? Что же я смотрю-то? Времени хватает? Ну вот очень мало времени, да, что-то смотреть. Но вот, честно говоря, у нас, если я имею возможность прийти, ну я люблю... Простите, пожалуйста, программу «Давай поженимся». Тебе нравится эта программа? Это стыдно об этом заявлять. Нет, не стыдно, но почему? У каждого свои интересы. Да, я с удовольствием смотрел проект «Голос», «Х-фактор», я смотрю. А что касается интернета, я смотрю, ты не так активен. Да, я не активен, это совершенно для меня неинтересная штука. Я просто понимаю, что это нужно делать, потому что какой-то один знаменитый человек сказал, и я где-то прочел, я даже не знаю его фамилии, он сказал, что активная реклама в интернете, например, в социальных сетях повышает рейтинг на 1%. Вот я вот... Только ради этого? Только ради этого я бы с удовольствием отказался вообще от посещения соц. страниц. Но ты же, тем не менее, присутствуешь в Твиттере. Да. Но... Так без особого удовольствия. Без удовольствия. То есть только потому, что нужно. Да. Ну вот, а бывает такое, что вот происходит в стране какая-то ситуация, да? Новости, которые обсуждают все, которые не просто обсуждают, которые касаются всех. То есть ты где-то можешь высказать свое мнение? Или же тебе вот не хочется... Да я не хочу высказывать мнение обывателя, потому что я в этом ничего не понимаю. Ты понимаешь? Вот про эти пенсионные фонды, что я могу высказаться? Я могу только сказать, как тысячи людей в Фейсбуке, ах, они украли наши деньги, ну и зачем? Я не знаю, я не знаю подробностей. Ну зачем я буду высказываться? То есть все, что не касается тебя? Нет, все, что является обывательским мнением, я стараюсь не высказывать. Потому что я, извините, появляюсь на телевидении, и, может быть, все мои слова кем-то будут восприняты как-то по-особенному. То есть ты осторожничаешь? Как истинно. Я просто в чем не понимаю, я стараюсь вообще это не обсуждать. Ну ты же журналист? А у нас все специалисты. У нас специалисты по пенсионным фондам, у нас специалисты по телевидению, у нас специалисты по журналистике, и все имеют право там что-то высказать. Вот это меня просто раздражает, понимаешь? Если ты профессионал в этом деле, то ты выскажи мнение, которому стоит прислушаться. А если ты ничего в этом не понимаешь, если ты там сидишь и работаешь, я не знаю кем, дворником, зачем высказываться о политике? То есть политика тебя вообще не интересует? Пригласили бы тебя завтра там стать помощником, советником министра? Вот ты знаешь, если меня пригласят, я подготовлюсь и стану отличным советником министра. Но поскольку сейчас меня это нисколько не заботит, мне это неинтересно. Но ты не боишься, что завтра твои рейтинги упадут? Я боюсь этого. Я боюсь невостребованности. Но сейчас ты востребован? Ну, с собственным каналом, да. Да. Ну и не только с собственным телеканалом, с нашим телеканалом тоже. Мы же тебя пригласили. Ну что ж, я желаю тебе сохранить этот статус, статус востребованного тележурналиста и ведущего, и делать интересные проекты и дальше. Спасибо большое за приглашение, так приятно было. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Статус.Ко». И сегодня у меня в гостях был известный телеведущий и журналист Алексей Шахматов. Всего доброго. Увидимся в следующий четверг.